Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий, мой канал Неамериканец. Ну что, неожиданные новости приходят не только с берегов Белоруссии, но и с России. Новость захлестнула интернет. Навального отравили и Навальный в коме. Просто жесть, конечно. Я вам скажу, друзья, я вообще родом из города, Нижний Новгород. А Нижний Новгород когда-то руководил, был губернатором, человек, которого убили. Которого звали Борис Немцов. Думаю, все вы слышали за это имя. Вот, очень он мне нравился. Вот, Тимошка тоже хочет показаться. Привет, привет, Тимоша. Очень он мне нравился. Очень был такой оппозиционный человек к нынешней власти. Его убили. И вот меня удивляло, но он был реальным, да, реальным лидером оппозиции. Тимош, вижу, да, вижу, вижу. Реальным лидером оппозиции не было никого в стране более реального оппозиционера, чем он. Потому что у него был опыт, опыт и при власти, как бы, да, управления и так далее. И, в общем, от него избавились. И вот потом, ну, еще во время его, да, был Навальный. Но я, честно сказать, до, вот, Немцова, Навального, ну, так. Навальный был на вторых планах, явно. Вот. А потом Навальный стал, ну, как бы, стал впереди. И давайте я переключу на дорогу, чтобы было интереснее. И я стал, естественно, наблюдать за Навальным. Конечно, он молодец. Несмотря на все, несмотря на все трудности, он всю дорогу идет, идет и идет, как танк на пролом. Но что меня удивляет, это то, что сколько раз, да, его сажали. Смотрите, разные же к нему методики там применяют, да. И сажали на 15 суток, там, на 10 суток, на сколько-то еще суток. И он там, наверное, не знаю, год, наверное, просидел полгода только этими маленькими вот количествами, сколько он сидит. Вот. Меня удивляло, конечно, насколько он настырный и не боящийся, и не уезжает из страны. Вот это меня больше всего удивляет. И мы уже зеленкой в глаза плескали, он чуть-чуть глаз не потерял. Нет. Какой-то чуть-чундрик плеснул у меня в зеленкой. Я даже не понял, что происходит. Попал в правый глаз. Пришлось поехать в Первую городскую больницу, где мне поставили диагноз «химический ожог правого глаза». Ну, выехал, полечил, полечился за границей и вернулся обратно. Вот. И сейчас, смотрите, начинается какой-то новый момент, да. И опять, опять его что-то делают так, чтобы вот он... В данном случае, видите, попал в кому. Причем, интересно, сделали так. Его отравили, когда он, да, летел на самолет. Янно приземлился в Омске, там Навального госпитализировали. Эти кадры тоже есть. Вот мы видим, как политика лежит, не двигается, голова на боку. Кира Ярмыш сообщила, что Навальный потерял сознание еще в самолете. Врачи Омской больницы скорой помощи уже после заявили, что он находится без сознания. Его ввели в медикаментозную кому для подключения к ИВЛ. Я думаю, это такой интересный специальный момент, чтобы ему было сложнее. То есть ему в воздухе становится плохо. Ну, на земле ты вызвал быструю скорую, тебя приехали там, ну, что-то там сделали и есть шансы откачают. А тут ты в воздухе, непонятно что, непонятно как, когда сядут, где сядут. То есть потеряно много времени. Я думаю, это все сделано с таким вот расчетом, чтобы меньше шансов было как бы человека спасти. Вот, и это очень-очень печально. Вот, видео есть прямо из самолета, когда он кричит. Это, конечно, просто страшно. В Томске Навальный был делал расследование областного губернатора Сергея Жвачкина. Ну, и вот, не нравится, не нравится местным властям, когда делают на них такие расследования. Понятно, что это может быть связано с любым и другим его расследованием и вообще всей его деятельностью. Но это просто, конечно, бедлан. И это страшно. Я говорю, насколько меня удивляет, что вот у него хватает. Я бы, честно сказать, никогда бы не остался. Ну, и мне жизнь дороже. Она одна, друзья, она одна, это жизнь. Детей жизнь дороже. Вот этих вот маленьких жены. Здоровье, нервы. И оно того просто не стоит. Идти против паровоза. Я не из тех. Сто процентов мне проще. Если, как бы, не то, чтобы по течению плыть, да, я с течением не согласен. Я развернулся просто и ушел в другое, в другом направлении. Вот. Ну, дай ему бог сил, конечно, здоровья и выздороветь, выжить. Потому что самое, знаете, что самое грустное во всей ситуации, что вот он умрет, никаких волнений не будет. Никто никуда не пойдет, никто не встанет, никто не будет возмущаться. Он будет просто еще одной жертвой, так скажем, репрессий. Вот. И все. И ничего, никаких изменений не произойдет. А кроме него пока в данный момент никого нет. То есть вот тоже был такой вот сильный, как бы, у нас, да, человек. И если его не будет, то опять, ну, я даже не вижу никого близко на горизонте. Хотя они поднимутся. Я уверен, из его же команды люди поднимутся и будут процесс протестов против нынешней власти это не остановить. Понятное дело, но удар это будет просто огромный, безусловно. Вот. И, к сожалению, никто судить не будет тех, кто в этом виноват. А это такое провернуть, вот, отравить так, вот, там, в кофе кому-то или в чай подлить какой-то такой яд. Мы знаем, что кроме как государства никто не способен на сегодняшний момент. Это, безусловно, очень печально и очень страшно, самое главное. Вот. Что такое происходит. Но мы знаем, что со Скрипалями, да, произошло. Уж если они до Англии добрались, то тут-то им прям вообще плюнуть и растереть. Вот. Так что, друзья, будьте аккуратней. Берегите себя. Просто вот увидел эту новость и решил записать, насколько все тяжело и печально. У меня, причем, знаете, такие подозрения есть, что это случилось с Навальным по той причине, что происходит в Беларуси. Потому что, видите, в Беларуси нету такого явного лидера, как бы, оппозиционного. И там, ну, оно вот идет, все как идет. Так, а представьте, если то же самое будет происходить в России. И есть сильный оппозиционный лидер. То есть он все объединит, всех объединит. И там просто сметет, ну, просто все. Всю нынешнюю власть и все на свете. Вот. И что-то у меня такое ощущение, что просто вот власть перестраховывается. Такая, думаю, да, ну, нам это не надо. Давай-ка мы сделаем так. Ну, а другой вариант просто, как бы, за ним же, я уверен, всегда там следят. И ищут возможности навредить. И просто выпал какой-то, какая-то возможность подходящая. И вот они и воспользовались. Вот. Самое страшное, что да, никто будет, все будут безответственные. А никто не понесет никакого наказания за это. Даже если он умрет. Вот, это, конечно, просто, просто жесть. Да, такие вот дела. Такие вот дела. Друзья, посмотришь на все это и просто страшно жить становится. И радуюсь, честно сказать, что нахожусь в другом месте. Вот. Хотя и здесь, конечно, своих приколов тоже хватает, безусловно. Но, тем не менее, тем не менее. Ладно, все, друзья, пойду. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.